Здравствуйте! Выборы – это конституционное право граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоправления. Этой осенью выборы пройдут три дня – 17, 18 и 19 сентября. Сделано это для удобства избирателей. Сегодня у нас в гостях действующий депутат Государственной Думы Российской Федерации и одновременно кандидат в депутаты Госдумы от Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия». Итак, встречайте! Дмитрий Анатольевич Белик. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте! Здравствуйте! Вы депутат Государственной Думы от Севастополя. Здесь вас хорошо знают. И все-таки расскажите немного о себе. На самом деле я окончил Кемеровскую школу номер 21, сейчас школу гимназия с углубленным изучением английского языка. Поступил в Кемеровский государственный университет. Это был 88-89 год. Закончил службу в советской на тот момент армии еще. Получил специальность пилота вертолета Ми-2. И так получилось, так сложилась моя жизнь, что у меня переехали родители в город Герой Севастополя. Это еще был закрытый город. И я вот как-то к ним приехал в гости. И так вот распорядилась жизнь, что я здесь женился, здесь остался, здесь родились все мои дети. В 2002 году начал свою политическую карьеру. Не люблю это слово, наверное, деятельность. Так будет более правильно. Избрался депутатом городского совета. Потом избирался в 2006-2010 году. Работал в 2013 году вице-губернатором по социальным вопросам. На мне лежала вся социалка. Туризм, спорты, многие-многие другие деятельности. То есть мне было интересно. Это была исполнительная власть. В 2014 году, соответственно, исполнял обязанности главы Севастопольской администрации. Вот в этот переходный период, когда были события, прекрасные события русской весны. Нужно было руководить городом, городским хозяйством. Должно было поступать тепло в дома, вода. Должен был ходить транспорт. Он и ходил. Люди должны были получать зарплату. Поэтому в 2016 году, после своей работы, исполняющего обязанности главы Севастопольской администрации, сосредоточился на партнерной деятельности. А в 2016 году избрался депутатом Государственной думы Российской Федерации от Севастополя. В 2020 году я закончил магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации. Специальность – муниципальное и государственное управление. Поэтому готов работать и дальше на благо города-героя Севастополя. Вы вошли в партию «Единая Россия» в 2014 году, сразу после событий «Русской весны». И сейчас идете на выборы в команде «Единой России». Кто входит в эту команду? У меня не было ни малейшего сомнения ни на тот момент, ни сегодня, почему я должен вступить именно в эту партию. Ну, давайте так, это партия президента, это партия, которая в том числе поддерживала нас в 2014 году. И благодаря президенту, в первую очередь, мы спокойно, мирно стали частью Российской Федерации. Мы вернулись в свою родную гавань. Почему я иду сегодня в команде «Единой России»? Ну, еще раз, сегодня это мощнейшая политическая сила, которая берет на себя всю полноту ответственности за то, что происходит в стране. Да, не все решения, наверное, популярны. Но именно мы являемся тем фундаментом, на который опирается президент, внося законопроекты в Государственную Думу. Мы являемся той движущей политической силой в стране, которая поддерживает все инициативы президента, социальные инициативы, экономические инициативы, политические инициативы. И я уверен, что «Единая Россия» сохранит за собой большинство в следующем составе Государственной Думы. Что касается города-героя Севастополя, то руководитель нашей команды, севастопольской команды, наш губернатор Михаил Владимирович Развожаев, он возглавляет региональное отделение партии «Единая Россия» в Севастополе. И он является губернатором. Именно поэтому те наказы, которые мы получаем сегодня, которые мы получали в 2019 году, нам проще и легче выполнять. И мы их огромное количество уже выполнили. Работа нашей политической силы не только во время выборов. Мы доказываем своим избирателям, что мы работаем постоянно, вне зависимости, выборный это период или невыборный. Как пример, в 2019 году мы собрали наказы с избирателем, когда шли в законодательное собрание. Сегодня порядка 70% этих наказов выполнено. Это фельдшерско-акушерские пункты, это физкультурно-оздоровительные комплексы, это дороги, это благоустройство, это придомовые территории, это очень много объектов социальных, инфраструктурных, которые благодаря нашей партии были сделаны. Поэтому сегодня на съезде была утверждена народная программа партии «Единая Россия». И там есть севастопольские наказы. И они также будут выполнены. Я не могу сказать, что вот завтра они будут выполнены на 100%. Но то, что работа над ними идет, то, что колоссальная работа идет, то, что привлекаются в город бюджетные деньги по программе, по федеральной целевой программе, московские деньги, деньги регионального бюджета, это заслуга нашей команды, во главе которой стоит губернатор Михаил Владимирович Развожаев. Поэтому у меня не было ни малейшего сомнения, когда я выдвигался и давал свое согласие на выдвижение своей кандидатуры в Государственную Думу 8-го созыва. Я вот на минутку себе представил, как-то раздумывал, а что если бы я был депутатом Государственной Думы и не представлял фракцию «Единая Россия» в Государственной Думе? Эффективность, плодотворность моей работы была бы в разы меньше. Мы бы не смогли добиться, приняя тех законов, которых мы приняли. Эхо было очень много. Это и поддержка базовой отрасли нашей виноделии, виноградовства. Это закон о жителях осажденного Севастополя, плод коллективной работы, в том числе губернатора. Это и многие-многие другие вопросы. Продление переходного периода, дачная, гаражная амнистия, их очень много. Это все инициативы нашей партии, партии «Единая Россия». Поэтому мы идем в команде президента, мы идем в команде губернатора, мы сила, и мы будем двигаться вперед. Чего вы намерены добиться в Государственной Думе? И против чего выступаете вы и ваша команда? На самом деле наша команда выступает против популизма, против тех обещаний, которые никогда не исполнятся, которые дают некоторые наши оппоненты, коллеги перед избирателями. Мы, с одной стороны, прагматикой, с другой, мы выполняем все социальные обязательства, которые берет на себя наша партия. Мы за рост социальных стандартов, мы за развитие города-героя Севастополя, мы за инфраструктурные проекты, которые сегодня реализовываются благодаря нам и которые будут дальше реализовываться. Мы за то, чтобы севастопольцы чувствовали заботу, которую мы проявляем о наших избирателях. Вы являетесь действующим депутатом Государственной Думы. Почему вы снова идете на выборы? И почему севастопольцы должны проголосовать за вас в составе партийного регионального списка? Во-первых, хочется поблагодарить жителей города-героя за то доверие, которое они мне оказали в 2016 году. А во-вторых, наверное, мне сегодня, как никому, понятно, как строится работа Государственной Думы. Я хочу сказать, что мы приняли в этом созыве колоссальное количество законов, которые касаются нашего города-героя и наших соседей Республики Крым. Мы проанализировали, что каждый седьмой закон касается именно нас. Это и законы о виноградарстве и виноделии, о свободной экономической зоне, законы о дачно-гаражной амнистии и многое-многое другое. Это те законы, которые нужны нашим жителям. Впереди еще много работы, впереди много командной работы. Нам нужно принять закон о возврате вкладов в бывший СССР, который работает на материковой России, но не работает в Севастополе и Крыму. Нам нужно принять закон о городах-героях. Это тоже очень важный закон, чтобы на федеральном уровне, в федеральном законодательстве прописать города-герои. Сегодня есть города трудовой доблести, города воинской славы, которые прописаны отдельным законом. Но городов-героев, к сожалению, пока не прописано. Мы его разработали. И многие вопросы, которые сегодня задают севастопольцы, их нужно довести до конца. Добиться завершения над работой по указу президента о пенсионерах МВД, которые утратили свои права в 2014 году на получение жилья. Мы над этим тоже работаем. Таких вопросов очень много. У нас не хватит времени, чтобы все их перечислить. Но я знаю, что делать в Государственной Думе. Я знаю, как решать вопросы севастопольцев и Севастополя. И я знаю, как работать в команде «Единой России». Дмитрий Анатольевич, у вас есть возможность обратиться к жителям Севастополя. Вам слово, пожалуйста. Уважаемые севастопольцы, дорогие жители города-герои. Я прошу и призываю вас прийти на избирательные участки 17, 18 и 19 сентября. Севастопольцы, как никто другой, знают, что такое русская весна, знают, что такое родина, знают, что такое Россия. Мы тогда в едином порыве проголосовали на референдумы и вернулись в родную гавань. Мы всегда голосовали за президента и за его политическую силу «Единую Россию». Поэтому в дни голосования я прошу вас поддержать команду президента, команду губернатора, команду «Единой России». Мы с вами и работаем для вас.